друзья приветствую вас дневной обзор по акциям давайте посмотрим какие сегодня корпоративные новости вначале вышли так вот сегодня вышли данные по мрск центр чистые прибыли упала 6 половинный раз ну конечно то есть эта компания скорее всего будет из-за этого находиться под давлением но это общем то для многих мрск характерно снижение чистой прибыли тут есть ряд объективных факторов который связан с тем что затраты у них растут быстрее чем выручка прибыль вот ну так как бы построена работает этого механизма в государстве и поэтому большинство мрск скорее всего из-за этого может находиться в ближайшее время под давлением так но вот смотрите есть у нас и позитивные новости они касаются отчетности втб сбербанка и норильского никеля и там сетевой компании еще одной мо с вот на сейчас мы по ней отдельно поговорим так по втб что получается по втб прибыль выросла в 13 на 13 процентов планирует увеличивать дивиденды там 50 процентов чистой прибыли в направлять на выплату дивидендов конечно пусть это не дает гарантии что будет высокая чистая прибыль но тем не менее то есть достаточно позитивный момент плюс они хотят разделить выплату дивидендов не один раз в год выплачивать а два раза в год такой вопрос обсуждается то есть по втб в ближайшее время скорее всего мы увидим ну какое-то позитивное воздействие и в любом случае наиболее вероятно что он будет лучше рынка даже если все будет падать скажем так так но пассажира оборот группы аэрофлот увеличился на 0 5 процентов в январе но это в пределах погрешности на самом деле это сложно что-либо сказать так вот по втб вот такие посты конечно очень сильно пугает то что это значит что скорее всего будут видеть так прибыль норникель от норникель очень порадовал у норникеля вообще как бы одни плюсы то есть и прибыль у него выросла в два раза и он первый начинает среди металлургов вот эти самые блокчейн технологии использовать для реализации своей продукции и активов вот и поэтому конечно компания она ну судя по тому как все там ведет если еще и палладий никель будут расти то в общем то компания она очень перспективная и интересная так но и вот еще что касается мой иск мой иск показала рост чистой прибыли и кроме того соответственно там позитивная динамика по многим аспектам деятельности этой компании то есть вполне возможно надо будет компанию с точки зрения технического анализа посмотреть возможно она на какой-то короткий или средний срок будет даже интересно так ну по сбербанку мы обсуждали там в прошлом вчера вышла вышла отчетность так давайте посмотрим еще какие события сегодня гряду получается через 24 минуты сейчас 1606 будет речь председателя я цб лагард 1735 речь члена фрс каплан 1800 продажи нового жилья в сша вот здесь очень волатина скорее всего будет потому что по вторичному жилью недавно у них вышла позитивная динамика но вторичное жилье это немножко другое именно как бы о том как то есть про вторичное жилье это как работает прирост доходов населения это раз и как работает система кредитования этого потому что в америке практически вся недвижка на ипотеку покупается а вот именно продажи нового жилья это показатель экономической активности соединенных штатов то есть если показатель будет ниже чем прогнозируется это будет плохо так то есть в этот период времени но от 1630 но это скорее всего еще видео не выложу в 1630 а вот начиная с 17 35 но на на самом деле каплан он хотя вы знаете может может здесь быть информация потому что последнее время все чаще проскакивает идея о том что фрс будет возможно увеличивать даже процентную ставку потому что уже сейчас на текущем этапе она проводит политику связаны с изъятием ликвидности с рынка вот соответственно то есть повышение ставки это вполне логичный ход в такой ситуации ну посмотрим что скажет каплан и потом 18 00 продажи нового жилья а 1830 запасы сырой нефти но здесь на самом деле уже как бы это функция неизвестности стало потому что ранее всегда большинстве случаев если запасы росли более прогноза то соответственно наблюдался спад цена нефть если они были меньше чем прогноз то рост в текущей ситуации здесь вообще сложно сказать как она будет двигаться но пробитие 53 закрепление под 53 это будет явно негативный сигнал для нефти так друзья далее сбербанк посмотрите здесь на часовом графике попытка разворота происходит днем соответственно сейчас речь идет о том как будет пробита 248 с половиной если он пробивает на объеме 248 с половиной то соответственно следующая цель движения 250 с половиной если вот от этого значения откатывается 208 248 с половиной то соответственно будет возврат сначала на 245 едва и потом соответственно если не удержится в этом диапазоне пробьет 243 с половиной на объеме закрепиться то это чревато тем что будет двигаться на 242 и потом 240 и 235 сейчас как бы если будет наблюдаться позитив по америке если нефть не продолжит свое падение то мы увидим корректирующие движение вверху сбербанку посмотрите по поводу корреляции рынка вот на американском рынке на smp фьючерсы в около часа около часа дня по москве было движение вверх покупки фьючерсы smp на объеме и соответственно сбербанком где-то в это же время приблизительно начал расти то есть это по поводу корреляции взаимосвязи американского и российского рынка так друзья далее давайте ммк посмотрим так вот у нас сегодня ммк очень сильно выбили но на 42 он так и не сходить так давайте посмотрим все таки к америке вернемся что же такого необычного произошло из-за чего там сбербанк и так далее начали отрастать в середине дня вот фьючерс на американский индекс дневной график рисуется разворотная формация соответственно pin бар или как это еще называется зонтик молоток если посмотрим часа так соответствии с часовым графиком что мы видим таймфрейм один час пошел видите какой откуп где-то с 11 часов на этом сказал сейчас это у меня график был с более длительным таймфреймом вот если по числе те смотреть то начали активно индекс окупать выкуп где-то пошел в 11 часов в 12 было неопределенность потом в час продолжилось это по поводу того то есть почему на нашем российском рынке пошел рост не совсем понятный по некоторым бумагам вот видите бахнули в 11 начали выкупать америку и потом в час то есть соответственно вот у нас по некоторым активам в это время произошел перелом позитивный сейчас мы это посмотрим так но часовой график ммк соответственно что мы видим были пробиты уровни вот тем не менее бумага не начала не продолжила падения на 42 хотя должна была это сделать почему это произошло вот это произошло потому что потому что америку начали выкупать вот и все то есть соответственно это позитивное влияние оказала на многие активы на сбер на ммк вот и поэтому здесь вместо того чтобы после пробития вот этого значения 43 9 полететь на 42 то есть он как бы уже начал лететь и вот начали соответственно выкупать америку и на этих на это на этих новостях то есть ммк пошел в рост соответственно если сейчас по америке не будет негатива продолжится отскок то по ммк ближайшие день 2 мы увидим отработку цели 44 8 вот сюда вот и соответственно если здесь закрепляется следующий цель движения пробить и 45 и 5 вот но если идет вниз во первых вот здесь есть цель 43 7 то есть он вот эту цель обязательно отработать сюда сходит может быть короткий задерк даже в случае роста вверх но если пойдет вниз разумеется на эту цель быстро прошьет далее уже будет тестирование на пробитие 43 255 и как пробивает на объеме будет улет на 42 сейчас с учетом роста америке больше шансов на то что пойдет отскок и рост с первой целью по ммк ну разумеется в начале пробить и 44 42 и потом следующий цель 44 86 так друзья дали меня атаковали вопросами по поводу русгидра что делать и как жить но смотрите вот недельный график все соответственно цели мы с вами обсуждали на самом деле вот если идет пробитие то есть здесь никогда нельзя точно знать что будет по рынку то есть можно говорить говорить или рассуждать и ставить цели с учетом определенной доли вероятности это как классическая физика когда-то выключатель щелкнул и он включился и соответственно квантовая физика где ты выключатель щелкнул с какой-то долей вероятности он включит свет с какой-то вид доли вероятности он не сработать тебя дужу сразу быть разветвленный алгоритм как ты будешь действовать в том случае если свет не загорится то здесь как бы на автомате то есть обычный человек как бы хоп выключатель раз цветное загорелся он на какое-то время впал чтобы что там дальше делать здесь такие действия предпринимать покрым понимает надо менять лампочку где взять и так далее здесь алгоритм должен быть сразу в голове что если как бы свет не загорелся надо надо там включить фонарик а в мобильном телефоне открыть шкафчик взять оттуда лампочку поставить стульчик выкрутить лампочку вкрутить другую вот также фондовый рынок здесь как бы цели парус гидро мы неоднократно обсуждали вот все цели они видны на графике если вы поступаете так как делают все люди которые зарабатывают деньги на рынке но по большей части людей делает именно так то есть они троллируют стопы то есть начала на расти вы соответственно пододвигаете стопы наверх соответственно у вас вопроса а что делать дальше как она упадет у вас в принципе не может быть если вы таким образом выстраиваете стратегию потому что вас отступило вы уже прибыль забрали и все и вас уже не волнует и только думаете стоит или не стоит этот актив заходить заново или там его шортить или еще что то делать поэтому как вот такие вопросы а что там делать на что дальше вот они меня они меня пугают в плане того что эти люди которые они задают эти вопросы они скорее всего терять деньги на рынке потому что ну как бы вот стратегия когда ты там ждешь у моря хорошая погода она всегда как бы обречена на провал только активные действия и заранее минимизация рисков случае развития негативных сценариев она соответственно позволяет выходить из сухим из воды всегда так на что у нас парус гидра но сейчас вот мы пришли на сильный уровень по недельному графику который находится на 69 64 сегодня пробивали до 68 смотрите здесь есть какой момент вот с одной стороны вообще по правилам вот как она здесь вот эту штуку нарисовала и вниз ушла то есть при подтягивании стопа вслед за движением стоп где-то вот либо здесь либо здесь должен был сработать и соответственно вопрос и головняка о том как дальше она будет падать его в принципе не должно было быть если все-таки он возник для вас призываю к тому чтобы сменить стратегию и чтобы этот вопрос не возникал двигайте стопы вслед за движением активы если вы этого не делаете вы чаще всего будете терять вот соответственно сейчас вот он она пришла на сильный уровень вот сюда вот 69 74 и она даже вот видите кого во 68 то есть она получается проколола но не пробил вот этот уровень 2 который здесь идет по проторговки соответственно это я считаю достаточно позитивный сигнал и если не будет повторного пробития 68 18 вот этого минимума который мы наблюдали сегодня 68 15 даже немножко ошибся зрение уже не то соответственно если 68 15 на объеме не пробиваем в течение ближайшего времени то здесь скорее всего будет проторговка и потом отскок почему вот здесь есть новая 72 66 он обязательно эту цель пойдет отрабатывать это будет либо сейчас либо чуть позже но это железно вот сюда он еще сходит он здесь оставил определенную пометку который говорит о том что сюда цена акции рано или поздно вернется но это не означает что не может быть пробитие то есть если здесь будет пробитие вот этого 68 15 следующий цель где надо ловить 65 83 вот здесь то есть вот здесь если все-таки пробьет и полетит вниз с очень высокой степенью вероятности вот здесь будет либо задержка либо он здесь остановится вообще потому что видите здесь какой был мощнейший объем прохождения то есть такие вещи они как демаркационной линии как бетонный забор который мешает пенетрации ненужное пространство вот и соответственно то есть здесь вот скорее всего он будет останавливаться но если говорить о стратегии внутри дня или один-два дня то лучше все-таки ориентироваться на 68 15 вот на этот минимум вот я вас настоятельно призываю если вы позицию открываете и цена идет в вашем направлении двигайте стопы потому что иначе часто будет сводиться к тому что вы будете какое-то время наблюдать плюс на счете и потом соответственно проседание этого плюса так далее дневной график но смотрите по дневному графику опять же здесь получается что попытались проколоть 68 53 здесь немножко другое распределение объемов горизонтальных не такой как на недельном то здесь уровне немножко отличаются но опять же по дневному таймфрейму получается пробития не было то есть это был ложный пробой который не закрепился не состоялся и после этого цена сразу ушла вверх это говорит о том что бумаги есть сила на текущий момент и и с большую степенью вероятности пока проливать не будут она сейчас сходила до того уровня с которого образовывалась вот эта крышка то есть вот здесь вот был набор потом вот эту крышку сделали отлили вот и соответственно если она вот этот уровень не пробивает но сейчас он немножко сместился сейчас этот уровень сместился на 6780 вот если 6780 6775 на объеме не пробивает то с точки зрения более короткого диапазона времени где определяющий фактор это один день одна свеча то здесь тогда получается будет накопление то есть цена останется вот в этом диапазоне после накопления будет повторное тестирование 7450 вот сюда вот если все-таки пробьет 6775 на растущем объеме тогда скорее всего вот эта вся конструкция она будет аннулирована потом оперативно будет пробита 6417 опять же судя по дневному графику понедельки там немножко другая картина выходит и возможно после этого она попытается закрыть гэп на 6213 то есть сходить на 6082 но я думаю более сильная картина по недельному графику и соответственно недельный график он оказывает большее влияние на движение цены нежели дневной то есть там где дневной таймфрейм и поэтому в первую очередь надо смотреть недельку какой там распределение тошнее месяц на месячная неделька дневной соответственно исходя из этого строится движение цены так если мы смотрим часовой график часовой таймфрейм что у нас получается у нас парус гидре произошел разворот вот здесь вот эта разворотная формация то есть как здесь развивалась ситуация вот там где-то ранее был набор вот здесь вот пошла разгрузка когда вот здесь вот разгрузили начали постепенно цену отпускать здесь как бы произошел ну следствие какого-то события x то здесь поскольку акции уже не удерживают здесь раздальше было то есть и отпустили и она упала далее вот здесь вышли объемы но по факту выхода объемов сразу нарисовалась разворотная формация на локальном сильном уровне то есть вот эта конструкция она указывает на то что с большой степенью вероятности вот здесь будет разворот и первая цель движения будет 71 73 и следующая цель движения 73 15 потом 74 55 может ли быть движение вниз да может в случае пробития вот этих хвостов вот этого диапазона 68 53 68 10 но чуть ниже берем если вот здесь пробития на растущем объеме будет и закрепление тогда несомненно мы увидим снижение движение вниз по этой бумаги вот но я думаю сейчас вероятность больше того что здесь будет либо проторговка и не какое-то длительное время будет болтаться в этом диапазоне либо отсюда сразу будет отстрел наверх вот но обращаю внимание если рынке посыпется то русгидра тоже посыпется русгидра она не золотая не платина соответственно обрушение и проседание дальнейшее российского рынка она также будет падать в унисон инструменты как это контролировать я вам сегодня уже дал индексы волатильности викс и rvi соответственно вы отслеживаете что с ними происходит и случае роста или начала накопления и каких-либо данных которые свидетельствуют позже того что сейчас будет рывок это указывает на то что скорее всего в ближайшее время будет дальнейшее снижение обвал рынка но как только эти индексы дают слабину волатильности они начинают проседать рисуют разворотные формации это говорит о том что рынок будет расти или будет отскакивать так друзья далее газпром в этом выпуске на рельский никель я затрагивать не буду если у вас есть по нему какие-то вопросы или неясности пишите по почте или пишите там где нибудь в фейсбуке там или в инстаграме соответственно ну или пишите под видео соответственно то есть прошу прощения это слово больше не использую и я тогда посмотрю и сориентирую сразу и коротенький там ролик по норнителю сделал если у вас есть какие вопросы вот бумага норникель она сейчас очень интересно потому что есть все объективные факторы для того чтобы она росла даже если эти факторы будут отменяться будут падать она очень хорошо и достаточно предсказуемо ходит поэтому я не знаю что вы так любите там какие-то волшебные всякие активы типа там фска и при чем моем уважении к фска но есть как бы бумага который просто прекрасно ходит и достаточно хорошо прогнозирует все движение тот же норникель она очень ликвидно то есть ну как бы пожалуйста там гоняй и туда-сюда и все будет прекрасно так ладно давайте по поводу газпрому масса вопросов что ты нас обманул он упал но он не стал падать дальше но друзья я вот вам сейчас показывал я еще раз покажу вот америка вот все в 11 часов от купили все дальше все пошло так как пошло в америке америку от купили нефть на 40 не ушла все полетели в космос но не в космос а назад на прежней позиции так соответственно газпром пробили очередное но то есть раньше у нас локальное дно было 223 8 теперь стало 220 и 81 как бы дно расширяется и постепенно становится все глубже так часа вик но почти свеку здесь четкий разворот произошел соответственно цель движения 1 226 8 случае здесь закрепление будет дальше пробиваться 228 и 4 и следующая цель 232 и 6 но помним что пробитие на объеме 220 и 81 здесь приведет тому что бумага посыпется дальше вот я вам еще раз обращаю ваше внимание что вот есть американский рынок движение фьючерса и снг она очень сильное влияние оказывает на наш рынок и другие если здесь начинается обвал любой ажур любой в шоколаде он будет тут же рушится и падать если здесь начинают выкупать то вопреки всем как бы там уровнем там ценам и так далее на шины будут просто зашкварник хватать и тянуть наверх но кроме случаев когда там не знаю там нефтом повалится на 40 или там еще какой-нибудь черный лебедь во всяких остальных случаях то есть будут выкупать и вот газпром тому пример плюс по газпрому опять же сходили на сильные уровни 225 226 вы можете резонно сказать почему ты говорил 225 226 а он сходил на 228 и 81 ребят есть же стопы тому кто ведет эту игру ему надо зарабатывать деньги для этого деньги надо у кого-то забирать соответственно взяли стопы порезали собрали отскочили вот это здесь все очень просто строится то есть на 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 самом деле вот в такой ситуации даже если стоп вылетел но америка начала расти то есть вполне можно со стопом заново лонгануться и ждать тогда он отрастет вот с моей точки зрения вот и соответственно сейчас ближайшая цель она 226 и 8 вот сюда вот пробить и 228 228 стаден на объеме уходит на 214 ниже вот пока как бы с учетом роста америки если америка растет и нефть там ниже полтинника не уходит ниже 52 то высока вероятность того что в ближайшее время мы увидим по газпрому движение 227 и потом тестирование 235 так друзья далее руснефть но утро снять 440 пробила но сходил ниже 440 можно ли сказать что это пробой с точки зрения правил игры это действительно был пробой и соответственно здесь позицию по-хорошему надо было закрывать но американцы начали выкупать фьючерс на и сын пи о чем это говорит о том что рынок развернется и когда такое происходит то вот это уже заложившиеся тенденции снижения который шла уже на 415 405 она была тут же перебита американцы начали выкупать и все здесь уже как бы другая логика работает сразу нарисовалась вот этот разворотная свеча видите то есть выход на объеме снижение далее разворотная свеча формации далее подтверждение того что здесь разворот произошел 2 белая свеча часовой и пошел рост куда пойдет этот рост скорее всего первая цель движения будет 449 если здесь закрепиться будет тестирование пробитие 457 и далее уход на 464 но помним что здесь есть новый локальный вой 431 и 5 если он идет вниз на объеме пробивает и начинает под ним закрепляться это обвал если его все-таки даже вниз потащит но при приближении к этому значению будет снижение объема то скорее все будет отскок цель которого будет 449 вот сюда вот я думаю парус нефти сейчас высока вероятность движения сначала сюда и в случае закрепления закрытия вот этого гэпа как минимум а вообще у нее есть 465 и далее 474 так алроса на полу росте здесь вообще мощнейший расколбас идет но по сути вот смотрите дневная свеча вот это называется раздача состоялась раздача состоялась после того как раздача стоял скорее всего будут отпускать вот сегодня и отпустили но она немножко не добила вот эту цель не отработала 76 и 3 поэтому здесь наиболее логичный сценарий это все-таки дать ей просесть в ближайшей перспективе и уже как будет либо с этого уровня закрепляться и соответственно если будут скупать то рост и отработку уровне которые выше вот или же она соответственно здесь останется будет торговаться уже в этом диапазоне пока текущая картина указывает на то что с точки зрения дневного таймфрейма более вероятно снижение если мы возьмем часовик то по числе и ку здесь абсолютно четко рисуется разворот вот эта разворотная формация которая произошла по факту попытки отработки там определенной цели которые немножко не добили но тем не менее сейчас вот если не будет ухода вниз и пробитие семьдесят семь девяносто пять семьдесят семь и девять на растущем объеме вполне как бы вероятно что ее сейчас сводят на восемьдесят один и семь в том случае если будет пробить и семьдесят семь девяносто пять то в этой ситуации она сразу пойдет тестировать семьдесят семь и по факту пробить и на объеме семьдесят семь она возвращается там в проторгованной ранее диапазон сейчас пока по ней ситуация не вполне понятная с одной стороны на часовике разворот с другой стороны поднявки она там определенную цель внизу пока не отработала то есть здесь с одной стороны вроде по часы и ку напрашивать 82 с другой стороны вот не отработанная цель на уровне там 76 копейками она будет все-таки наверное и утягивать вниз вот поэтому наверно все-таки полосе сейчас открывать какую-то ванговую позицию локальную спекулятивный я думаю здесь очень высокий риск того что ее сейчас что этот отскок не сработать и все-таки утащит сюда по 77 вот так что конечно можно попробовать в ожидании 82 ее купить и со стопом в районе например лучше даже 77 95 лучших на эту соплю не смотреть вот здесь как бы не ключевой момент был но тем не менее полос я думаю 50 на 50 здесь нельзя сказать что сейчас вероятность больше захода на 82 потому что цель не отработали будет ее вниз вот сюда пытаться затащить так друзья далее втб посмотрите по втб там вообще отличная и отчетность вышла и прогноз вообще волшебный то сейчас под это дело могут втб затощить на 49 потом на 50 а потом на 53 если не будет глобальной просадки рынка если удерживаемся то сейчас втб наверно потащат наверх вероятность такая очень большая есть удержался он на сильном уровне то что он вот открылся его пробил ниже и соответственно с нашими предыдущими планами он должен был по идее сходить сюда и потом пойти к этой оранжевой линии но вы сами видели что америка начала бы купаться и причем очень мощно по фьючерсу и сэн пи где-то с 11 часов и соответственно здесь уже просто все рынки все бумаги ликвидных просто тупо затянули наверх и все точно то что она совсем как бы летать не может она осталась лежать на асфальте а все что более или менее вменяема она как бы начало расти вот он на рельский никель здесь особо и стоит в особой стороне потому что во первых по на рельском уникалью вышла очень хорошая отчетность из-за роста цен на паладе потом у них вот эти всякие инновационные цифровые моменты связанные с токенизации продукции то есть свободное обращение токенов на выпускаемые металлы это значительно увеличит ликвидность и у снизит издержки на продажу вот соответственно то есть это позволит компании привлечь еще больше финансирования увеличить оборот капитала вот поэтому по норридовскому никелю самые такие перспективы радужные вот но возвращаясь к втб не пробили ну то есть как бы пробили но потом америка сразу начала расти и всех затащили назад сейчас втб получается будет диапазоне 48 316 46 864 в случае пробития вот этой нижней части вот этой сопли свечи на растущем объеме тогда будет сразу уход на 45 930 и потом на оранжевую вот эту линию но больше вероятность того что удержится в диапазоне и соответственно по факту пробить и 48 316 сразу уведут на 49 285 и 50 250 и выше вот сейчас вот бумага она очень интересная по факту той отчетности которая вышла и соответственно то есть по ней мог может быть достаточно сильное движение вверх но смотрим на нефть смотрим на америку смотрим на индексы волатильности не забываем про ступа так друзья дали вопрос от нефти обычка но смотрите под от нефти обычка здесь идет по сути продолжение движения в диапазоне вот она отлично торгуется какое-то время в диапазоне который снизу ограничен 670 сверху ограничен 795 800 сейчас ближайшие цели если не будет краша по нефти у нее это 764 то есть она в ближайшее время если не вот это вот обвал не разовьется по нефти и как следствие нефтяных бумаг и и самое ближайшее время сводит на 760 761 да если вот нефть рассматривать то при установке стопа на 705 вот здесь вот у нее осталась цель которая она не добила 707 вот соответственно стоп на 705 вполне как бы отсюда если америка растет и нефти как минимум удерживается в текущем диапазоне не падает тот напрашивается цель которую надо закрыть 765 и случае закрепления здесь следующие цель движения 809 810 я думаю больше вероятность того что бумага в ближайшее время будет расти нежели что она будет падать но просток на 705 надо помнить так друзья но много писка и нехороших слов прилетела по поводу меча она опять же это самое если бы меня внимательно слушали и стопы двигали вслед за движением растущего актива то таких проблем бы не возникло что касается мечела дамы здесь вот пробили 94 95 сходили отработали следующая цель у нее была вот здесь в районе 90 91 цели отработали просто чудесно это значит что на эту цель ближайшее время скорее всего повторного захода не будет уровне пробили пробили здесь не удержались ну то есть дальнейшего падежа не пошло и движение в сторону там 80 ниже не пошло правило и утверждение которое было нарушено нарушено почему нарушена я вам показывал график снп потому нарушена что с 11 часов начали метелить и собирать американский индекс соответственно сначала все залили а потом когда начали выкупать америку тут же опять включился риск он и стали все подряд выкупать и собственно говоря меча он не исключение бумага интересная сначала на общей панике его вытянули и дальше соответственно от купили сейчас как бы вот если его на какой-то длительный срок покупать то наверно наиболее целесообразно стоп я так думаю ставить по вот нижней границе вот этой свечей то есть куда мы сегодня сходили 90 50 но 90 соответственно если на какие-то короткие спекуляции ориентироваться сейчас мы с вами посмотрим на часовом графике еще такой момент сейчас ближайшая цель движения у него будет если коллапс не начнется на рынке то ближайшая цель это сто три шесть и потом соответственно движение на сто шесть и пять если рассматривать часовой график то здесь получается но как бы если сейчас его рассматривать для спекуляции вероятность того что будет рост на сто один и семь и следующая цель это соответственно движение сто три шесть она достаточно большая на больше чем то что будет движение вниз но движение вниз и падение состоится наиболее вероятно если будет пробита девяносто три шесть есть более глубокая цель которая поднив ком это 90 с половиной но если ориентироваться на более короткий таймфрейм и внутри дня то соответственно стоп вполне логично девяносто три шесть ставить то есть не надо его ставить такой большой если короткая игра идет потому что выбит другой страны если там закуп идет на месяц и годы то как бы здесь и риски другие и процентом от портфеля меньше как правило вот в этом в этой ситуации имеет смысл там побольше поставить стоп чтобы маркет-мейкер не собирал стопы вот и соответственно по часу и ку ближайшие цвет сто один и семь и следующие цель сто три семьи она же и поднивки кстати так что помечу здесь все должно быть хорошо и расти спасибо за внимание до свидания